Всем привет, ребятушки, с вами Юранка. Сейчас я хотел бы с вами поделиться немножечко опять своими взглядами по поводу всего происходящего. Ну, буквально сейчас прям пару слов скажу. Во-первых, можете меня поздравить с тем, что я обратно опять переехал в свою комнату спустя буквально неделю-две. Из-за чего был запах, кто, возможно, задастся вопросом, я вам покажу. Всё, что мне стоит, просто немножечко отклонить вебку в другую сторону его. Обратите внимание на вот такую вот вещь. На вот эту вот трубу, у кого, если похожее отопление, ребят, при помощи вот таких вот труб, при помощи печки, в которой закидывается дрова, я вам объясню, что делать. Во-первых, ни в коем случае никогда не топите печку при помощи мокрых дров, которые должны быть сухими. Дрова, если вдруг вы приобретаете мокрые, либо если они у вас постоянно в сырости под дождём, необходимо будет сушить их как минимум несколько месяцев. Только после этого, когда они полностью высохнут, можно будет их бросать в печь. Что, собственно, делали мы? Мы залазили на чердак, с папой утепляли полностью трубу. Когда один мужичок приехал, ну или там даже пацан, я не знаю, как мне выразились, по крайней мере родители, что он очень практически моего возраста, скажем так, залез на крышу дымохода. А у дымохода, все знают, есть такая вещь, как у любой трубы, как она называется, ну своего рода, скажем так, зонтик. И труба вот таким вот примерно размером, а отверстие в трубе было, вот представь, труба хотя бы вот такая вот, где должен выходить дым, да? А отверстие было вот такое, с палец, представляешь? С этого зонтика весь осадок, который, конденсат, скажем так, образующийся при горе, при горении дров, скапливался на трубе. Из-за того, что зонтик был размером с трубу, это все капало вот так вот на трубу, скапливалось, и после этого образовалась такая кучка засохшего говна, которая очень сильно воняла. Из-за того, что это все нормально не испарялось, из-за того, что было маленькое отверстие в трубе, труба плохо нагревалась, из-за этого в комнате все это скапливалось. Весь конденсат стекал по внутренней части трубы, все это стекало мне в комнату, далее ниже, на нижний этаж, на первый, и из-за этого была вот такая вот дикая вонища. Да, это было все именно из-за этого. Сейчас я с этим, мы с этим тоже справились, мы утеплили трубу, сейчас спустя примерно неделю приедет мужчина, он сказал, что вот, он сейчас уехал в командировке, он сказал, что необходимо просто заменить пока что хотя бы зонтик от дымохода, а труба у нас хорошая, потому что мы гадали, что могло быть, может быть там, я не знаю, там пропитался утеплитель, он сказал, что утеплитель вообще чистый, он сказал, труба что великолепная, ничего нигде не пропиталась, и виновата лишь... Как-то не быстро двигается вебка за моей головой почему-то, отстает немного, ну ладно. И он сказал, что нужно просто поменять пока что тот зонтик, а по поводу труб будем думать. Возможно, трубу мы поменяем где-нибудь в начале весны, скорее всего, я так думаю, потому что сейчас он тоже сказал, что он не полезет, то есть только позже. Но, в принципе, позже и позже, самое главное, что мы трубу почистили, стала великолепная тяга. Пока теперь, если вдруг у вас в комнате или там дома очень сильно вот от такой трубы идет запах, именно неприятный такой, скажем так, смол различных, горит, дегтя и так далее, то я вам предоставительно рекомендую сразу резко лезть на крышу и смотреть там все, и обязательно сразу же чистить трубу, нужно именно сверху, потому что снизу нам ее прочистить до конца нормально, как это было необходимо сделать, не удалось. А самое главное, проверьте ваш зонтик на крыше дымохода, потому что это очень важно. Если вдруг все будет стекать по трубе, то это, конечно же, приведет к таким вот плачевным последствиям, за чего будете сдыхаться, у вас будет вонючий, очень дикий запах, и это все очень потом погубно может повлиять на ваши легкие, а может быть и на любое простое состояние такое, как психоэмоциональное, либо же можете получить отравление, в худшем случае, конечно же, а потом, может быть, еще будет астма, такое тоже возможно. Поэтому, друзья, будьте осторожны с такими печками, всегда следите за ними, приводите все в порядок, чистите, и следите за тем, чтобы все было хорошо и замечательно. Это пока что по поводу того, что произошло. Спустя примерно месяц-полтора мне приедет новый микрофон, я обязательно вам его покажу. В полном комплекте, на порядок шести вещей для него я еще дополнительно заказывал, различные провода, адаптеры и все прочее, вам тоже обязательно все это покажу, все это расскажу, вы все посмотрите, кому будет интересно, я очень надеюсь. И у нас будет новый микрофон, не будет больше этого звука, которому все привыкли за целый год, и все будет замечательно, ребятушки. Потому что сейчас я пытаюсь также наладить свое состояние, мне надо будет ехать к психотерапевту, блядь, я просто не знаю, что со мной происходит. Я не есть, не пить нормально, ничего практически не могу, блядь, опять какое-то подавленное состояние, у организма отторжения к еде нет, у меня не анорексия, кто, возможно, подумает после этих слов. Я не знаю, что происходит, но состояние очень ужасное и плачевное, из которого мне помогает выйти, как правило, только антидепрессанты, но на них постоянно сидеть очень плохо. Просто если врач это подтвердит, скажет, вот, сиди на антидепрессантах, например, на протяжении всего года. Я скажу окей, потому что ничего не останется, понимаешь, больше делать. А самому, собственно, ручно такие сильные таблетки принимать нельзя. Что со мной происходит, я уже, как сказал, я не знаю. И что делать, я тоже не знаю, ребят. Вот, я думаю, что врач всё определит, и я надеюсь, что состояние наше с тобой нормализуется спустя какой-то промежуток времени. Чем быстрее, конечно же, тем лучше. Также у меня проводят оптоволокно около моего дома. Около моего дома сейчас провели оптоволоконную сеть, прямо напротив моего дома, там на улице висит шнур. И как только у меня наберётся 15 тысяч рублей, может быть, я сейчас попрошу родителей, может быть, у бабушки, не знаю, у кого-нибудь, я попрошу денег. И в скором времени тоже у нас будет замечательный интернет оптоволоконный. И ролики, конечно, будут выходить чаще, ещё чаще даже, да, чем сейчас есть. И заливаться они будут в разы быстрее. И, конечно же, качество моего интернет-соединения повысит, и я смогу нормально записывать, скорее всего, ещё онлайн какие-нибудь игры. Так что на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям, комментируйте. И всем до встречи, увидимся на канале, в группе и в различных новых играх. Я просто пытаюсь понять, головой дёргаю, потому что не сразу реакция происходит. Не понимаю, почему. Ну ладно, я с этим делом разберусь, друзья. Надеюсь, что всё нормализуется. Немножко звук просто от изображения, возможно, отстаёт. Так что всё, ребятушки, всем до новых встреч, спасибо за просмотр, с вами был Иранка, и пока-пока.